И мы подключаем Григория Осмолова. Григорий Осмолов, мы с Гришей, пока Влад подключает Гришу, создали карту помощи при пожарах в 2010 году. Вместе с Гришей мы получили премию Рунета, и Гриша, безусловно, знал о краудсорсинге значительно раньше, чем многие люди в России. Он также знает еще очень много интересных слов. Гриша пишет диссертацию по краудсорсингу в лондонской школе экономики сейчас. И Гришу всегда безумно интересно слушать, к сожалению, он сам до нас не доехал, поэтому видно только его голову. Я надеюсь, слышно, Гриша, ты мог бы нам сказать что-то? Привет, слышно мне? Да, тебя слышно и видно, поэтому я передаю слово. Пожалуйста, встречайте Григория Осмолов. Спасибо. Всем доброе утро из Лондона. У вас уже почти добрый день. У меня еще на 2 часа раньше, поэтому здесь около 9 утра. Спасибо большое, что дали возможность выступить. Я, наверное, сразу перейду к делу. Как видите, презентация называется «Краудсорсинг, координация или контроль ресурсов». И для меня в этой презентации очень коротко. И важно, с одной стороны, презентовать некоторые результаты своих исследований в этой области, а с другой стороны, дать какие-то рамки, как можно критически анализировать краудсорсинговые проекты и таким образом развивать их через критическую оценку того, что такое краудсорсинговый проект. И я, наверное, буду просить переводить слайды, поэтому переходим к первому слайду, где мы видим два скриншота. Это два скриншота моих статей, которые были опубликованы в прошлом году, посвященные анализу краудсорсинга. Одна статья вышла в журнале «Policy and Internet» в Воксовском университете, другая вышла в журнале, который называется «Интеракция». Это академические журналы. И хоть статьи вроде бы научные, но сегодняшняя презентация, она попытается адаптировать эти две статьи в такое достаточно практическое русло. И если кого-то заинтересует, то, в принципе, эти статьи доступны, и они существуют. И тому, кому это будет интересно более подробно, то можно будет ко мне обратиться, я их могу переслать. И давайте перейдем к следующему слайду. Когда мы говорим о краудсорсинге, слайд «Что такое краудсорсинг?» Когда мы говорим о краудсорсинге, первый вопрос, который возникает, это все-таки вопрос определения. Потому что вот это понятие появилось в 2006 году в журнале «Wired», как мы все знаем. И с тех пор, во всяком случае, в академическом сообществе и, собственно, в сообществе тех, кто занимается краудсорсингом, идут бесконечные споры, как определять краудсорсинг. Между кем и кем может быть краудсорсинг? Является ли это только бизнес-моделью для решения задач, которые используют разные фирмы при помощи приобщения тех или иных сетевых структур и ресурсов сетевой толпы? Кто, собственно, такой крауд? Что такое сорсинг? И в 2012 году пара исследователей собрали больше 40 различных определений и попытались на базе этих 40 определений сформулировать какое-то общее свое определение, которое здесь, собственно, есть на слайде. Я его не буду зачитывать. Но надо понимать, что, собственно, вот сам предмет, что такое краудсорсинг, это достаточно такая тема, которая дискутируется постоянно. И существует действительно очень-очень много определений, что это такое. Для своей презентации я бы хотел использовать следующее определение, которое я также использую в своих статьях, что краудсорсинг – это мобилизация ресурсов пользователей для достижения целей. И эта мобилизация осуществляется при посредительстве информационных технологий. То есть нам важно выделить достаточно несколько простых элементов. Прежде всего есть крауд – это пользователи интернета, которые являются обладателями ресурса чего-то, что нам необходимо для достижения цели. И интернет, собственно, позволяет мобилизовать эти ресурсы для того, чтобы эту цель так или иначе попробовать достигнуть. И если мы переходим к следующему слайду, то в любом краудсорсинге проекте очень важно рефлексировать и четко осознавать, каковы типы ресурсов, которые мы хотим, собственно, мобилизовать, и какие цели мы преследуем. И здесь есть разные типы классификаций, типов ресурсов, которые можно мобилизовать при помощи краудсорсинговых проектов. Это могут быть физические ресурсы, то есть какие-то действия, которые люди должны делать оффлайне. Сенсорные ресурсы – это все, что касается сбора информации. Когда мы знаем, есть очень много проектов, которые занимаются формированием какой-то карты информационной, будь то полеты птиц, или будь то пожары, или будь то какие-то дыры в дорогах и так далее. Все это сенсорные ресурсы, когда мы что-то видим и сообщаем. Интеллектуальные ресурсы, то есть мобилизация ресурсов опыта или знания. Аналитические ресурсы, когда вам необходимо что-то классифицировать, то есть не нужны никакие знания, но ваши аналитические ресурсы, способности разложить все по нескольким группам. Есть целый ряд проектов, которые, например, используют пользователи для классификации больших баз данных, будь то научные данные о звездном небе или географические данные. То есть здесь важен ресурс классификации. Материальные ресурсы, это может быть какая-то помощь, какие-то вещи, которые вы хотите кому-то дать. Финансовый, естественно, краудфандинг, один из подтипов краудсорсинга. И социальные ресурсы, так называемый социальный капитал, достаточно известное понятие, то есть те или иные связи, те или иные возможности, которые существуют благодаря тому, что вы кого-то знаете, они тоже могут быть так или иначе мобилизованы. И характеристики ресурсов тоже достаточно разнообразны. Это могут быть профессиональные или непрофессиональные ресурсы, анонимные или идентифицированные ресурсы, открытые, когда все могут участвовать, или ограниченные ресурсы, и, наконец, проверенные или непроверенные ресурсы, опять же, с точки зрения того, насколько вы знаете, можно ли на эти ресурсы полагаться. И вот эти типы, типологии ресурсов, они достаточно важны для того, чтобы осознавать, собственно, как правильно строить краудсорсинга проекта. Но это своего рода база для того, чтобы понимать, что такое краудсорсинг. Мне намного интереснее критически проанализировать то, чем я занимаюсь в статьях, как, собственно, краудсорсовые проекты определяют модели мобилизации ресурсов. И мы переходим к следующему слайду, и мы видим, что есть два основных типа моделей мобилизации ресурсов. Одна – это когда есть некоторая организация, которая ставит какую-то определенную цель, и, собственно, дальше вы используете ресурс толпы, ресурс крауда через интернет, через какую-то платформу для того, чтобы, собственно, мобилизовать необходимые для вас ресурсы и достичь этой цели. Другая модель – это горизонтальная модель. Это модель, когда есть пользователи, есть другие пользователи, и между собой они имеют какие-то, может быть, цели, которые сами определяют для себя, и они взаимно мобилизуют свои собственные ресурсы. Это горизонтальная мобилизация ресурсов. Это то, что характерно для так называемой «sharing economy», то есть экономики, когда мы делимся своими ресурсами в горизонтальном формате. То есть если у вас есть квартира, которую вы хотите сдать, а кому-то она нужна, то вы горизонтально делитесь этими ресурсами, и никто вам как бы не определяет, нет какой-то общей цели, которую вы стремитесь достигнуть. И вот это, собственно, вопрос, кто мобилизует ресурсы и для чего. Он, собственно, существовал всегда. Здесь в центре слайда есть знаменитый плакат, «Ты записался добровольцем?» Это, собственно, государство мобилизует людей для чего-то. И плакат такого же типа, который был использован в 2010 году во время пожаров, который упомянул Алексей, когда уже люди сами мобилизуют себя. То есть идет горизонтальная мобилизация, когда нет какой-то четкой структуры сверху. Но при этом важно отметить, что есть еще так называемые координаторы распределения ресурсов, которые не определяют цели, но они определяют эффективность мобилизации. Мы сегодня видим, что сегодня вот те, кто, собственно, занимаются координацией распределения ресурсов, как будет то Uber или Airbnb, Tatskrabit, много разных проектов, которые занимаются горизонтальной экономикой, то, собственно, это огромный экономический сектор сам по себе, потому что они повышают эффективность распределения ресурсов между людьми, и они гарантируют безопасность и снижают риски по мобилизации этих ресурсов. И таким образом можно говорить о том, что структура мобилизации ресурсов достаточно разная. И здесь я хочу попросить перейти к следующему слайду. Этот слайд предлагает своего рода методологию, своего рода модель. Я не буду вдаваться в ее научные аспекты, как анализировать краудсорсинговые проекты. И здесь мы должны задавать несколько вопросов для того, чтобы понять, собственно, как построен краудсорсинговый проект и к чьим интересам он следует, и, собственно, как работает вот эта структура мобилизации ресурсов. Во-первых, вопрос – кто пользователь? Собственно, чьи ресурсы мобилизуются? Какова цель мобилизации ресурсов? Какой объект, собственно, для которого эти ресурсы мобилизуются? Каковы границы сообщества? То есть, кто те люди, кто потенциально могут обладать ресурсами, которые необходимы для мобилизации? Какие правила мобилизации? То есть кто может присоединиться к этому сообществу, как, собственно, работает, кто решает, в какой момент эти ресурсы должны быть мобилизованы. И, наконец, последняя структура разделения труда между пользователями. То есть в одном и том же проекте могут быть несколько типов ресурсов, которые мобилизуются вокруг разных типов целей и как эта, собственно, структура мобилизации работает. И вот эта аналитическая рамка, она, собственно, для меня является главным инструментом для анализа краудсорсовых проектов. Опять же, более подробно об этом можно почитать в статьях, но это достаточно важно для такой саморефлексии, когда вы создаете краудсорсовый проект и анализируете, чьим интересом и как, собственно, работает эта структура мобилизации. Дальше, если мы можем перейти к следующему слайду, слайд, заголовок которого классификация метаданной цели мобилизации, это слайд, который отражает содержание одной из статей, статей, которая занимается именно структурой классификации. И эта статья показывает, как, собственно, структура категории в краудсорсовых проектах, она определяет характер мобилизации ресурсов. Здесь на слайде есть три основных скриншота. Это три разных проекта, которые занимались краудсорсингом во время наводнений. Самый левый слайд – это карта помощи Кубани, которая во время наводнений на Кубани в районе Крымска на базе у Шахиди. Карта в центре – это проект австралийского телеканала во время наводнений в Куинсленде, тоже в 2010-2011 году. И слайд справа – это гражданский проект в Австралии, который тоже занимался наводнениями. Если мы анализируем категории, то мы видим, что категории, они так или иначе определяют цель мобилизации ресурсов. Потому что в российском проекте слева большинство категорий занимались вопросами помощи. То есть кому нужна какая помощь и кто какую помощь может предложить. И, соответственно, эта платформа, так же как и карта помощи пожара в 2010 году, занималась координацией, собственно, горизонтальной между теми, кто обладает ресурсами и теми, кто в этих ресурсах нуждается. Категории, которые есть на карте в середине австралийской, они занимались прежде всего сборой информации. То есть где что происходит, где не хватает электричества, где невозможно проехать по дороге. То есть здесь была мобилизация сенсорных ресурсов, а не материальных, как в первом случае. И структура категории определяла цель краудсенсорной платформы. В правом случае, то есть Flood Aid, это гражданская платформа для реагирования на наводнение, которая тоже была в Австралии, категории, кроме вот, собственно, помощь нужна и помощь предлагается, категории не было. То есть здесь были две такие большие категории, которые определяли общую задачу, а дальше уже люди между собой разбирались внутри категории и сами ставили таги. То есть это была более свободная структура. И чем более гибкая структура, тем, собственно, шире возможен спектр потенциальных целей, для которых эта платформа может быть мобилизована. И здесь мы видим три основных аспекта, которые можно проидентифицировать, связанные со структурой категории. Во-первых, прозрачность категории. Если категории прозрачны, если они находятся на видном месте в краудсенсорном проекте, то таким образом люди могут четко понимать, для чего, собственно, этот проект используется и какие ресурсы он мобилизует. Потому что есть целый ряд краудсорсовых проектов, в которых, собственно, эта структура категории не вильна, как мы увидим на следующем слайде. И, собственно, который предлагает другую модель мобилизации ресурсов. Во-вторых, гибкость или то, что называется generativity, то есть непредсказуемость к тому, к чему может привести теленерия категории. То есть здесь вопрос в том, насколько жестко определяется, какие ресурсы вы хотите мобилизовать, или же люди могут более как бы сами решать, собственно, какие ресурсы они хотят давать и какие, собственно, ресурсы они ищут. И что с этим связано? Последнее – это то, что называется факсономия. Есть таксономия – это традиционная система классификации. Факсономия – это понятие, которое введено для концептуализации систем категории, которые, собственно, формируются самими пользователями. И здесь, если пользователи в рамках краудсорсингового проекта сами способны формировать категории или ставить таги, то таким образом они сами участвуют в формировании целей и мобилизации ресурсов, а не только дают свои ресурсы в контексте того, что им уже диктуется. И это все еще очень важно. Здесь, если вы обратите внимание, есть еще одна маленькая четвертая картинка. Это еще очень важно в тех случаях, когда ресурсы пользователей мобилизуются для классификации данных, как это очень часто бывает, когда речь идет о аналитических ресурсах, потому что тогда структура классификации определяет еще, собственно, как вы классифицируете данные. То есть когда, например, во время наводнений или во время природных катаклизмов есть целые проекты, которые дают пользователям очень большое количество данных, фотографий или твитов, и они должны приклассифицировать эти данные, чтобы сформировать какую-то общую картину того, что происходит, то в зависимости от того, какие категории вам даются для классификации той или иной информации, вы формируете ту картину мира, которая задается теми или иными категориями. Поэтому категории и структуры классификации вообще, и то, что называется метаданные, они имеют очень большое значение, и понимание того, как формируются метаданные в краудсорсинговых проектах, имеют очень большое значение для того, как, собственно, работают краудсорсинговые проекты. Да, я думаю, что я, к удивлению, даже закончу раньше времени. Если мы можем перейти к следующему слайду, слайд «Вертикальный краудсорсинг», собственно, который базируется на второй статье, которая является продолжением вот этого анализа, попытки понять, как, собственно, формируется структура мобилизации ресурсов в разных проектах. И здесь я структуру мобилизации ресурсов в разных проектах краудсорсинговых. И здесь я, прежде всего, проанализировал два российских проекта, которые тоже занимаются чрезвычайными ситуациями. Опять же, я, поскольку есть некоторый опыт в области реагирования на чрезвычайные ситуации, мне эта область наиболее интересна как кейс-стадии, как возможность проанализировать данные. Но те выводы, которые я делаю на базе этих анализов, анализов, они, собственно, могут быть использованы в рамках любых других краудсорсинговых проектов. И здесь я проанализировал как две потенциальные модели, два проекта российских. С одной стороны, это проект «Виртуальная рында», который, собственно, тоже с Алексеем и Теплицей, и другими замечательными коллегами мы делали после пожаров, начиная с 2011 года. А с другой стороны, проект, который называется «Доброволец РФ», это проект, который делает организация «Руссоиспас», которая аффилирована, так или иначе, с МЧС. Это организация добровольцев, которые занимаются профессионально, которые занимаются реагированием на чрезвычайные ситуации. И, собственно, и тот, и другой сайт, они занимаются мобилизацией ресурсов потенциальных добровольцев, волонтеров во время чрезвычайных ситуаций, но они предлагают совершенно противоположную архитектуру мобилизации этих ресурсов. Если в случае рынды, которая, собственно, так или иначе напоминала в чем-то карты помощи, была какой-то более продвинутой версии карты помощи, мы видели следующую картину. Здесь я взял таблицу по-английски из своей статьи, но я, естественно, по-русски объясню это словами. В случае рынды мы видели, что каждый пользователь так или иначе сам принимает участие в той цели, в которой он хочет участвовать. То есть есть определенное количество запросов у людей, которые нуждаются в помощи, есть определенное количество людей, которые хотят помочь, но цель мобилизации ресурса, она, собственно, определяется самими пользователями, которые могут сказать, я хочу помочь тем-то, и они выбирают пользователя, который просит о помощи, и эта структура достаточно открытая. Дальше правила мобилизации ресурсов, опять же, определяются пользователями. То есть платформа предоставляет своего рода координационный механизм для горизонтальной мобилизации ресурсов между теми, кто нуждается в помощи, и тем, кто хочет помочь, но при этом это не диктуется администраторами платформы, за исключением того, что они предлагают некоторые темы, какую-то общую структуру категории. И, наконец, с точки зрения структуры сообщества, с точки зрения границ сообщества, каждый в этом может участвовать, нет никаких ограничений, и люди также сами определяют, в каких задачах они хотят участвовать, а в каких нет, с точки зрения разделения труда. Платформа доброволец.рф предложила абсолютно другого типа структуры мобилизации ресурсов. Если вы зайдете на саму платформу, вы на ней ничего не увидите, кроме как, собственно, предложение зарегистрироваться и стать потенциально добровольцем, которого будут использовать в случае, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация. То есть здесь цель, она полностью определяется администраторами платформы, пользователи не могут видеть никакой структуры классификации, возможности ситуации, то есть вся эта часть абсолютно закрыта, и, соответственно, решение о том, когда принимается решение мобилизации ресурсов, это тоже решение за исключительное решение администратора. Структура того, кто может быть частью сообщества, границы сообщества потенциальных ресурсов пользователей в этой платформе, тоже определяется администраторами платформы на базе тех анкет, которые заполняются потенциальными пользователями. То же самое касается и разделения труда между различными пользователями. То есть в данном случае речь идет о том, что информация о том, в каких ситуациях используется ресурс, для каких целей, как принимаются решения, все эта информация абсолютно закрыта. И здесь мы видим две противоположные модели для мобилизации ресурсов вокруг тех же целей, когда, с одной стороны, есть горизонтальная модель, когда пользователи сами принимают участие, а с другой стороны, есть, и сами принимают участие в том, вокруг чего они хотят мобилизовать свои ресурсы, а с другой стороны, есть вертикальная модель, то, что я называю вертикальным краудсорсингом, когда есть какая-то организация, которая определяет все системные характеристики для мобилизации ресурсов. И очень часто подобные ресурсы используются не для того, чтобы решать какие-то задачи, а прежде всего для того, чтобы контролировать ресурс или создать какую-то символическую конструкцию о том, что, собственно, ресурс приобщается, но не обязательно его приобщать. И здесь мы переходим к следующему предпоследнему слайду, который называется вертикальный краудсорсинг. Собственно, он подытоживает, что такое вот этот вертикальный краудсорсинг. Здесь я, кстати, использую картинку из книги, может быть, вам знакомы, Тимура и его команда. Если помните, у Тимура там на чердаке был такой руль, как своего рода от корабля, который он крутил, когда ему надо было мобилизовать свою команду, в зависимости от того, какие ниточки он там дергал, то разные члены команды прибегали, и они решали какие-то задачи. Вертикальный краудсорсинг — это потенциально вот такой руль, который держит в руках только один человек, и он мобилизует, он контролирует ресурсы. А может он его вообще не мобилизовать, а только создавать видимость мобилизации. Поэтому и здесь, естественно, нет гибкости вокруг цели мобилизации ресурсов. Пользователи не контролируют то, как их ресурсы мобилизуются. Нет прозрачности вокруг задачи мобилизации, что позволяет создавать или символическую конструкцию. То есть есть вроде бы краудсорсингл проект, но они обязательно используются, потому что мы не знаем, когда эти ресурсы мобилизуются, а когда нет. И так или иначе краудсорсингл платформы превращаются в инструмент контроля ресурсов, а не инструмент применения ресурсов. И, наконец, последний слайд, где я, собственно, стараюсь немного на уровне метафор выделить четыре модели. Как видите, здесь четыре фотографии, на которых есть руки, как своего рода символ контроля того или иного ресурса. Модель первая — это модель дирижера, это вертикальное распределение ресурсов для достижения цели, когда вы выступаете как своего рода координатор, который дирижирует тем или иным ресурсами и говорит, что в том ситуации нужен тот ресурс, в той ситуации нужен другой ресурс. И, соответственно, есть некая координация, мобилизация ресурсов. Вторая модель — это картина очень знаменитая художника Эшера, когда, собственно, пользователи сами определяют, для чего и какие ресурсы они мобилизуют, вокруг каких целей. Естественно, эти две модели, дирижера и рук Эшера, они в какой-то степени могут в разной степени присутствовать в одном и том же проекте. То есть в какой степени координатор определяет характер мобилизации ресурса, а в какой степени у пользователей тоже есть возможность в этом участвовать. И, наконец, две последние модели — это модель фокусник. Как вы видите, руки над шляпой с волшебной палочкой. Когда, собственно, краудсорсинг-проект создается, как своего рода идея, как своего рода символическая конструкция, на самом деле не используется. То есть важно показать, что у нас есть краудсорсинг, важно показать, что мы вроде здесь приобщаем людей к чему-то, мобилизуемых ресурсах. На самом деле отсутствие прозрачности вокруг проекта позволяет создать символическую конструкцию без того, что краудсорсинг действительно используется. И это мы, к сожалению, часто видим в случае того, как государственные структуры или организации, которые аффилированы государственными структурами, используют краудсорсинг-проект. И, наконец, модель кукловод — это, собственно, краудсорсинг как форма контроля, когда некие реестры пользователей создаются, но они вообще не приобщаются к решению задач, они создаются для того, чтобы эти ресурсы так иначе контролировать. Поэтому здесь, собственно, мы видим вот эти четыре модели. И мне кажется, что рефлексия этих моделей, понимание того, как по-разному может использоваться краудсорсинг для мобилизации тех энергетических ресурсов, очень важно. И здесь, на самом деле, есть еще последний слайд. Это просто список статей, которые я упомянул. И если кому-то более интересно подробно эти статьи по-английски, но более интересно подробно почитать на эту тему и то, как собственные методологии анализа краудсорсинговых проектов, как распределяются ресурсы краудсорсинговых проектов, то можно мне написать в Фейсбуке, например, и я эти статьи тогда смогу переслать, потому что они, к сожалению, не находятся в свободном доступе, как это часто бывает с научными статьями. Вот. Так что здесь я подытоживаю и хочу сказать, что действительно для меня очень важно вот эта системная рефлексия краудсорсинговых проектов как теоретический вопрос, который касается распределения власти и сил, потому что борьба за ресурсы — это вечная борьба, и здесь интернет только предлагает новые технологии для борьбы за эти ресурсы. Но и с другой стороны важно именно для практических целей понимать, как, собственно, работают эти аспекты, потому что в тот момент, когда у нас есть эта рефлексия понимания и методология для анализа проектов, нам это помогает делать свои собственные проекты и задаваться вопросом, собственно, какие ресурсы я хочу мобилизовать, чьи ресурсы, для чего, и как я построю структуру, которая так или иначе позволит пользователям принимать участие не только в том, что они дают свои ресурсы, но и принимать решение, каким ресурсом они хотят поделиться для достижения тех или иных целей. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова